Звучитие скорости тычковых ударов у нас напрямую связывается с вот этой темой, которая есть здесь. Мы сейчас потратили на тем поговорим, а потом, чтобы после этого не возвращаться. Значит, дзуки не удар. То есть перевод, что это панч на английский язык с японского, это категорически неверно, это тычок. Тычок. И от тачка идет все. И почему я сейчас этого убежденно говорю? Потому что, когда мы будем разбирать сегодня олимпиучи, вы поймете, что ударить локтем в нашей схеме. Можно только тычка в разных вариантах. Ничего другого не работает. Поэтому все принципы действий, какие есть в каратэ-ши-хакан, они выстроены под тычка. Под тычка и отработает копейщика. То есть, в кофе можно, конечно, работать и плашня. Но это очень малоэффективно, потому что бритная банка и это усилие там на конце нужное не создаст. Поэтому вопрос тычка выходит на первое место. И это касается всей техники импусного характера. Майгери, Маваши Гери и всего остального. Но через локоть и скид проще всего выйти к пониманию вот этого тычка и дальше себе это все делал применять для разбора любой другой техники. Теперь. Различия в каратэ на Окинаве и Японии. Ну, наверное, я был первый, кто в этой стране эту тему обозначил. Но мне не страшно, потому что я уже отработал 36 лет в этой системе и изучал до этого еще ицзуду. И познакомился со всеми четырьмя стилями, которые являются окинавскими и японскими. То есть, я пробовал по чуть-чуть и Шитою, и Годжу, и Вадо, и Шатакану. Значит, Окинава это Шитою и Годжу. Это поединок рукопашный, где работает один безоружный с другим безоружным. Почему говорю так уверенно? Потому что после захвата островов окинавских кланом Сапсума было запрещено использование оружия в местном населении. Оно было изъятным. Поэтому в любой конфликт, в чайке, в рюмочной, происходил между одним безоружным и другим безоружным человеком. Все. Окинавские стили изначально трансформировали свою структуру опять же через общение с кланом Сапсума, в основе которого лежала Дзегирю. Это Дзегирю, это школа владения мячом, где было пять ступеней. И эти пять ступеней трансформировались в окинавском каратэ в пять уровней подготовки, пять пинан. В пинан-шадан, пинан-недан и так далее. В Шатакане эта тема остается, в водоле она остается. В Шатакане просто поменялось название с пинан на хиян, и первый и второй хиян-пинан поменялись местами. В Ада остаются пинаны, в Бодзюрю этого нет. Там Дексайдари, Дексайдари, ну и потом этот третий уровень, это уже Сайфи. Вот. В чем принципиальное отличие Шатакана и всего остального, то что касается Японии и в Адарю? В начале 20-го лета из Японии была экспедиция на окинаву. Пришли корабли, на одном из кораблей был Толи Принц, королевских краей Толи Дам. Какой-то очень высокий санудник. Ему сделали презентацию на окинаве от того, что там было от Тодэ. И потом оно уже стало называться каратэ. Ему это понравилось. После этого произошел, говоря современным языком, некий трафик мастеров с показательными выступлениями на территорию Японии. И нужно понимать, что на территории Японии, вот такой промежуток, более 300 лет люди воевали друг с другом. И компьютерные игры, а-ля стратегия, где все войны не порти всех, нужно с этим подружиться, чтобы победить вот этого, потом подружиться с этим, чтобы этого победить. Оно во многом основано на той политике, которая была и в Японии, и в средние века. Так вот люди, которые воевали 300 лет, они воевали не голыми руками, они воевали оружием. И перенимая себе практику рукопашной схватки, которая была на окинаве, они привязывали ее к своей предыдущей боевой теории, которая была. Потому что даже во время Второй мировой войны японская армия обеспечивалась катанами. Да, они были не супер качественны, потому что это был такой условный шерпотреб. Тем не менее, солдаты ходили с катанами. Поэтому рукопашная схватка в Японии, в отличие от окина, это поединок одного вооруженного с другим безоружным. Или некой группой вооруженных с безоружными и так далее. Причем безоружный человек не принимался изначально. Это был такой же вооруженный, как и оппонент. Но у него либо сломалось оружие, либо он его там где-то как-то забыл, либо там еще по каким-то причинам не успел достать и так далее. Поэтому вооруженный против безоружного. Соответственно, Шипин и Годжин имеют в своей основе короткую дистанцию в работе. Шотокан имеет значительно более длинную дистанцию. И эта дистанция максимальная из тех четырех стилей, которые есть. Само по себе водою не является в Японии для японцев. То есть во всем мире это направление каратэ. Но в самой Японии это среди тех, кто занимается едино-простами, один из видов дзюдюцу. Как развитие некой схемы. Вот. Поэтому принципиально у нас это дистанция, работа. Понимаем, в большой дистанции самое эффективное оружие это то, которое... Какое? Это ракета. Она летит, прилетает, взрывается. Ну, метр туда, метр сюда значения не имеет при ракете. Поэтому из рукопашной схватки самое эффективное оружие по дистанции это копьё. Не пика. Пику бросают. Копьём колют. Поэтому выстраивается рукопашная схватка от работы, теоретически, копейщика против человека с катанами. Либо там с двумя катанами и так далее. Поэтому всё, что мы делаем, должно здесь где-то вот отложиться, что у нас в руках даже если и нет копья, то мы вбрасываем руку или ногу с такой дистанцией, которая для нашего оппонента является внезапной, неожиданной. Просто потому, что он не знает, как работает копьё. Вот это такой исторический экскурс. Теперь, пять стадий конфликта. Все смотрели ролик на эту тему? Я посмотрел. Посмотри, у меня есть на ютубе, там всё это разбиралось. Мы сегодня будем тоже это разбирать. Так вот, спортивный поединок карате ВКФ заканчивается на уровне третьей ступени, перехват инициативы. Когда мы делаем ВАМС, Диага, Ворископ и отдаёт какую-то оценку. Бойбы за доминирование там нет. Решающего действия там нет. Решающее действие это... Что такое Тодору Ванза? Так вот, Тодору Ванза это решающее действие, после которого всё. Вы понимаете, что если у нас будет такое единоборство, в котором будет всё, то это единоборство никогда не попадёт в олимпийскую программу. В олимпийской карте прописано, что вид спорта должен быть зрелищным. Это бизнес, это деньги. И безопасно. И это тоже деньги. Вот, поэтому есть экипировка, есть дистанция, есть правильные соревнования. Поэтому ни о каком решающем действии там речи не идёт. И техника УРАБАВАШа, если вы смотрите, как она выполняется и за что доверут репорт, то в большинстве случаев она делается с потерей равновесия. Неважно по каким причинам. Давай и шёл вперёд. Я сам кинул упал. Оно красиво. Принято решение стимулировать эту тему, давать 3 балла за это действие. Судьи это дают, потому что это установка. Но в позиции уличной ситуации действие имеет чрезвычайно низкий потенциал. Так вот, нам нужно понятие ТОДОМ и ВАНЗА для того, чтобы прийти к этой теме психотренинг в Катаре. И здесь, кто вот был на осеннем цикле и мы разбирали 5 стадий в парах работы. Это такой базовый уровень. Сейчас будет всё очень интересно скомпоновано. Вы попробуете сначала завершить ситуацию на уровне, на уровне борьбы за доминирование. А потом попробуете выйти на решающие действия через технику предложения Сосо и ВАНЗА и технику опережения. И скорость будет совершенно невысокая. Совершенно невысокая. Но даже на невысокой скорости, просто вот одно действие за другим, вы должны будете почувствовать. Это неприказно. Нет. Но у вас всё равно сформулируется внутри некое ощущение изменения сознания. Так вот, кота, если его правильно понимать, как оно делается, как оно компонуется, оно в своей основе имеет несколько базовых принципов. Первый принцип какой – это координационная способность. Нам нужно знать, как, куда двигаться. Второй момент – это удержание вертикальной оси. То есть борьба за равновесие. И вот эта борьба за равновесие позволяет нам развивать так называемые гимы, то есть силу направления и движения. Если мы теряем равновесие постоянно, то ни о каком создании усилия в направлении и движении речи быть не может. Это два момента. Третий момент – это набор каких-то конкретных приёмов, которые в данном комплексе разбираются. Это вот три вещи. Ну, там, если брать вон уши, то это координационная память и так далее, и так далее, и так далее. Но с точки зрения вот этой позиции психотренинг скота мы делим на индивидуальное исполнение и булгань. В индивидуальном исполнении мы концентрируемся на себе и, и взвенчивая некую скорость исполнения, выполняя предыдущие условия по контролю баланса, по киме, по всему основному, прогрессируем. Но в момент нервно-мышечной деятельности вы запоминаете всё-всё-всё только после того, как некие связки отрабатыванные этим вулганем. Тогда оно складывается. И тогда мы вот отсюда опять возвращаемся вот сюда, и это уже будет называться визуализацией соперника и соперника. То есть когда вы начинаете делать некую схему, вы входите в некий, ну, если это можно так назвать, транс, и в этом трансе представляете себе, что вот здесь был человек, он на вас напал, вы ушли, тут вы отыграли в обратную сторону, вам пришлось уйти снова, вы перестроились, что-то сделали, и в конечном итоге вы что? Победили. Потому что в противном случае все катания имеют смысла. Мы это с вами давно обсуждали. Почему? Потому что если вы понимаете, что такое то дом и боятся, то нет смысла делать катавши десять четыре движения. Всем шутка понятна? То есть на вас напали, вы с одного удара раз и на семь четыре движения крутить, вертеть, то есть никакого смысла нет. Поэтому человек это настолько жизнеспособная система, то даже если его или ее бить, то он сразу не умирает. Он продолжает как-то там синеть, краснеть, у него ломаются руки, ноги, там, отрываются уши, но он продолжает жить. И почему-то, чем больше его убьют, он воспитывает в себе желание жить еще больше и начинает огрызаться все страшнее и не страшнее. Если человека загнать в угол, и одна из концепций суньзы говорит о том, что никогда нельзя противника загонять в угол, потому что он начинает работать со стервенением, со заждачением, понимая, что уже выхода никуда нет и будет очень много жертв. Поэтому всегда нужно оставлять какой-то небольшой момент для выхода в какую-то сторону. Вот это такая перекрестная тема по вот этим двух моментов. Теперь возвращаемся сюда еще. Совместная работа двумя руками. Это тоже интересная тема. Вчера у нас было два крупных, скажем, спортсмена. Вот. Мы пробовали с ним сделать один элемент, они не смогли его выполнить, потому что понимания нет никакого. Так это все равно. И нам здесь, для того, чтобы полностью закрыть тему работы локтями, было бы неплохо вот сюда, к этому разделу добавить ЖБНО сандарт. Но вы сами понимаете, что даже вот то, что я сейчас проговорил, реализовать в две тренировки практически, ну, крайне сложно. Мы попытаемся, но это очень сложно. Поэтому еще кота так же цепануть и так же разобрать, нам вряд ли получится, мы его оставим на поток. Вот. Но это, опять же, работа локтями, работа двумя руками. И теперь для тех, кто, ну, не совсем в курсе, котен-кота все плюс джунрон. Их у нас в школе 22 комплекса. И это все, так или иначе, связано с китайскими темами и так называемый стиль белого журнета. И есть великолепный ролик, где Асайи-сенсей, это основатель нашего направления, делает кота Капу-йоку. А на параллельном экране, вот так как мы сейчас делаем Йоко, фильм «Белый журнал», который там, ну, подобрали так момент, что вот тот делает движение крыльями, а Асайи-сенсей делает такие же движения руками. И оно перебрез на вот техника подражания идет. Вот. Это все через декуашь, да, через все вот эти переходы, оно все цепляет одно за одно. И возвращается. Ну, это здесь написание, потом люди сфотографируют и будут это говорить, что, ну, в различии. Там, это там, это там, да? Это же еще. Так вот, Катен-Катар, Катен-Катар, это связующий мостик, связующий мостик методики в системе, который связан, связан Шителю-Годжелю с Шитаканом, связующий мостик. То есть здесь мы говорим о различиях не в плане того, что там плохо, а здесь хорошо. Ни в коем случае. И Окинава замечательно. Когда мы сидим в чайной, но у нас нет никаких мячей, то работа на ближней дистанции – это прекрасный уровень готовности. Но когда против нас кто-то находится скорующим переменом, дистанция совершенно другая. И, опять же так, для справки, многие армии мира брали из армейских подразделений штык. Осталось две. Японская и Цюкиндо – это работа со штыком. И штык – это не ножичек, а штык – это винтовка со штыком. Проводятся поэтому соревнования. И вторая страна – это Россия. Во всех остальных странах есть только спецподразделения, которые изучают эту работу. То есть это некая узкая группа лиц, которые пытаются изучить некую систему. Но для армейского всего-всего и те, кто пробовал хотя бы раз в своей жизни постоять после человека с каким-то предметом, с палкой, с лопатой, про мяч я не говорю, потому что у нас в стране еще мало кто ходит. Но палка и цепь какая-то – 90-е годы на картошке среди студентов и жителей и все – было вполне нормальным средством общения. Так вот, кто общался с такими вещами, прекрасно понимает, что почему-то дистанция увеличивается в разговоре. Они сокращаются с тем, кто стоит с лопатой и хочет нам донести свою информацию. Вот. Поэтому вот эти все вещи, они не противоречат друг другу. Мы сейчас просто пытаемся разобраться в этом семинаре, в предыдущем и в последующем, в своих сильных и слабых сторонах. Идти. Ни. Сан. Сши. Гуа. Ро. Сши. Хач. Кю. Цзу. Теперь, Эль-Би-У-Чи Вспоминаем Мы сегодня проговаривали в начале Был поединок Мы в Японии Был поединок Стерка на стенку Армия на армию Рукопашная тема Мы бабахаемся И сюда Вот это самурай Михаил Из семьи Михаила Который защищает честь своей семьи Кто решится ему бросить вызов? Я Мы выключили Я оттуда И у меня оставалась катана А у него осталось Что делать? Сказать Извини, чак Ну никак я вообще не могу Просто никак А что-то делать надо Что делать? Дистанция короткая Работа локтя Так вот, если мы говорим про тайский бокс То там локоть имеет Как правило Решающее значение Мы приходим к пониманию Тудо-мываться, например И он по идее уже выжить Ну, может, есть такие люди, которые могут вытерпеть удары локтем по голове Их лечить В нашем случае Удары локтями Это Момент Перехвата Инициатив Перехвата Инициатив После которых Мы это сейчас в парах Быстренько разберем Идет следующее действие Либо бросок Либо бросок Либо разрыв дистанции Все Никакого Тодома Ванзи Нету И 90% техники карате Локтями Если мы говорим про ударную Есть техника еще на блоках На защите Это отдельно Это следующий уровень Но на ударах Это корпус Корпус Потому что это то Куда промахнуться Сложно А усилия создать Возможно Соответственно Можно его порыв Остановить Через некое движение Здесь Или некое движение Здесь Прошлось? Прошлось Теперь Если я Клинок сломался И я туда К нему такой Про меня стоит И не сопротивляюсь И вот он такой С катаной стоит И я такой К нему поддвигаюсь И после этого Это еще навык там уходит Он нам дузит Движение Будет иметь Небую силу Но Будет ли эта сила Максимальная Большой вопрос Когда сила будет Максимальная Когда моя масса Будет вместе с локтем Переходить В направлении движения Что? Одновременно Совместно Например Вот я стою и делаю Вот я делаю И Да? И Нога Локт Идея Понятна? Мы сейчас к этому Вернемся Так вот первая Задача Продуклые Когда мы начинаем Двигаться Мы Медленно скользим Ногами Медленно И Разгоняем Локоть Медленно Разгоняем Локоть Вот это Сочетание Медленный низ Быстрая тема Здесь Позволяет Прийти в одну точку Одновременно Срослось? Майя Уширо Малаш Ёх Атоши Майя Уширо Малаш Ёх Атоши Эмми Скиаль И И И И Сан Чи Го Ле И И И Сан Чи Го Ле Го Самое важное Что нам сейчас нужно сделать Для того Чтобы все связать И потом перейти К космическим кораблям Мы сейчас из Хейгу дачи Делаем Кокус дачи Шуту Луч Дальше Вбиваем Ваше эмми И дальше Возвращаемся В Кокус дачи Растягиваемся сюда После этого шагаем вперед Делаем Ой Цуки После этого встаем Снова Шуту Малаши И Снова Сложилось? Все просто Все просто Но Пятка Отход Не отрывается Это единственный Технический элемент Единственный Больше Нету Где мы Скручивание Корпуса Можем реализовать На максимум При условии Что Наша пятка Остается На полу Других Вариантов У нас нет Все понятно Да? И Ч НИ САН ВЕО И Ч НИ САН ВЕО И Ч И НИ САН ВЕО И НИ САН ВЕО И НИ САН ВЕО И НИ САН Есть Несколько видов работы локтями то, что мы делали сейчас это некая средняя школа согласно средней школе руки должны быть в кулаке это средняя школа то, что мы делали на разминке здесь это высшая материя уже высшая материя, где кулак не нужен его там быть не должно и действие без кулака выполняется мой-то все вот эти вещи следующий уровень, который мы знаем все вот эти уровни, которые мы крутим там действие без кулака но это следующий уровень там здесь кулак должен быть здесь чехол вопрос у Сергея сложно ответить остальным вопросом для чего? мы загоняем вот это в некую стандартную схему когда вас напугали конечное положение должно быть именно таким почему? почему? продолжение ну продолжение Бог снял есть момент точек у нас есть мамаши и мы сегодня его делали у нас есть йога и мы его делаем конечные положения вот эти мы должны крепить в традиционных гата шатакана есть гата хангетсу где есть один элемент вот этот и там костяшишки выходят вперед потом мы выходим и оно есть и в вашей схеме тоже есть у вас ката хангетсу но это всего один раз одно движение еду больше него нету теперь вспоминайте ката джула вспоминайте все что есть дальше с этими вещами оно все здесь и оно все связывает всю работу какая есть вот этот момент вот тут это горизонт это то же самое что мы делаем для зухи и людских если мы говорим о ней треугольник при прямом углу где прямой угол находится там то движение по горизонтали это катя вот эта гипотенуза она длиннее соответственно движение в горизонт в горизонт будет мощнее нежели движение здесь казалось и вот нам нужно в базе учить себя к тому что выходя куда то мы оттягиваем руку здесь ката джула мы делаем движение вам ката теки на и фанчин мы делаем движение вам положение кулаков относительно тела поскольку мы работаем в ката со своим телом то мы прицеливаем кулак к своей морфологии к своему росту к своей груди сложилось? и теперь самое важное потому что я говорю вначале по джулахландан которого ну не хватает но тем не менее исходное я буду делать счет нич хитите маваши эмби до груди и про сосок правая рука к левому 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 или правому специально говорю потому что не было недопонимания сюда второй счет шуту луч и дальше я здесь счет на вашем эмби шуту луч был ищ и сан ши сан сан рот сан 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 сейчас мы с вами сделаем эту же связку вам лицом вы посмотрите и надо же разобраться чтоб все понимали в чем с чем тем после этого мы буквально чуть-чуть в парах я обозначу как и что у нас тут чуть-чуть нам не хватает времени чуть-чуть смотрите есть некий сосуд сосуд который заполнил не нужно говорить чем скажем хорошо там есть душа вот это вот хранилище души он хороший человек все при этом есть некие недопонимания эти недопонимания но как-то где-то что-то вот хорошо нет там не хватит нормальный вот так обозначение понимание результат лучше чем здесь здесь все будет хорошо вы смотритесь и вам нужно увидеть то место где хранится душа Готовы? Сейчас вы видите, что это нормально Я выключу Я специально спиной держал, чтобы его не было Когда мы делаем движение лобця Где? Туда смотри Не подлядно А где? Где находится душа? Вот Где находится душа? В плечах Почему она там находится? Потому что объем воздуха находится в верхней трети легких И воздух не опускается туда Его там нет И за счет того, что воздух находится здесь У него на старте всегда получается момент подпрыгивания Подпрыгивания Никакого мы не можем сделать Мы делаем под вдох Под вдох Понимаете про что я говорю? А должно быть движение здесь И тогда все будет нормально получать Сошлось? Еще раз эту связку и постарайся это исправить Буквально десять счетов Сейчас я объясняю Как вы сказали? И И Э Э Ш Р 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 Как это все реализуется на право? Не на право? Идет в обзоре? Ну, у нас есть методичный уход-уход в различные понимания что-то, здесь что-то, здесь и так далее Но, все построено примерно одинаково есть плюс уход наружу есть работа во взлеты есть работа назад и в каких-то формах более высокого порядка есть движение вперед Согласны? Согласны У нас времени мало, но мы попробуем с этой целью хотя бы пару раз только на одну сторону разобраться Ушел после этого без всяких компасов оно переходим на лок без дума мы с ничем переходим и БАМ Движение профессиональное, это знаете Имеет бросок и добивание Но нас сейчас интересует работа лок Еще раз быстрее Скинь Скинь НИЗА Вот этот постановка И Когда программа составлялась у нас был момент дискуссии как назвать прием по-японски Эмпиунчи это лопать это лопать Хидзэ Атэ Атэ это точка Хильза это собственно вот этот вот, как его назвать, кость там, ну, отросток там, вот, короче, вот эту тему Да? Так вот, в идеале, в идеале, нужно попадать вот этим местом туда, на Маваши, на Танше, вам Но! Но! Как много из нас соответствует идеалу? Вот один Владимир Владимирович. Все остальные по стольку, по скобку Поэтому мы решились за, было написано в первоначальной версии, за, и мы убрали на Н, чтобы не заморачиваться То есть вы сделаете чуть сюда, чуть сюда, главное, чтобы вы отыграли вот эти элементы Понятно? Понятно, да? Дёдом сутулки Дёдом сутулки Дёдом сутулки И дальше опять вход То же самое, ёмкая Вау 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 Здесь, как продолжение Это переход вниз На бедро То На бедро не бойся И здесь подхват И давление Вау Ну и после этого любители борьбы Пробуют придумать вам столько интересных продолжений Что Ай-яй Дальше Это было Владимир Теперь опять Это мамаша Вот у меня рука заканчивая движением Видно? И там движение тоже будет Вот я стою Я Уступаю И дальше То, что мы говорили По тычок Я Уступаю Понятно? То есть момент касания локтем Мишени Всегда происходит Здесь Есть? Есть Теперь Та же самая тема Мамаша Взял Стоп И дальше Я Мамаша Тоже сюда И если забирать локт То он опять же окажется Угуст То есть Сколько это? Вот 4 Видно? Вот сейчас встаньте Ну Попробуйте и сделать парк Стоп 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 Тебе нужно постараться Бить локтем Стоп 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 Все Стоп С Они Стоп Он Была Ск역 Правда? И после этого на логике. И вот это движение. То, что мы делаем вот так. Сверху, вверху. И движение дальше вверху. Вот. Это то, что мы делаем на разминках. Дальше, после того, как мы сюда попали, работает опять же продолжение ситуации. Топ. То есть, в принципе, один и тот же процесс у нас всегда присутствует в работе. Вложение. Дальше. Луч. Дальше. Отвлекающие. Ян. Зуки. И проход опять через ногу. Через ногу. Аги. Эмпи. Луч. Оно может быть. Солнечное сплетение. Может быть в подворотах. В зависимости от его соотношения. Розу. И. Сюда. И. Сюда. Понятно? Ну, естественно, что здесь насаживается на рог и динам. Вот. Пошел. Пошел. Ну, и. Бам. Ну, и здесь от продолжения опять же. Вы можете хоть беру центральный фаз и делать переход на уроки. Бум. А можно будет движение здесь зацепить дальше. Вот. Итак? На этом и тут уже это. Все к намного вопросов у нас взяли это продолжение. Здесь мы очень急mo. Здесь мы все начнем. Прокуплен. Пошел. Продолжение следует. Мак. Продолжение следует. Мак. Продолжение следует. Мак. 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 Дальше, финишку. Так, мужчина, все это, на дистанции все сокращаются. Все здесь, вот у нас бам. Поэтому он меня закрывал, сейчас я его такой джоком, ямпу, киньки. Ты делаешь джоку, ямпу, а джоку и заняться. Понимаешь? То есть вот схема, вставей, между себя. Бамп, вот он сделает. Теперь идет тычок. Бум. Вот он задевает бамп. Понятно? Ааааа... Ты первая. Чынь, не иди! Чынь, не иди! Я в зухи, в кизайнер, в зухи, а кизация с преподом на ким. Хайл Луч Хайл Луч Церковь Малые боли И Ушира и пилочек Поехали ДА! ДА! Ясно 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 Взять Ты уйдешь от него Ты не попадешь в дверь Так А вот так А мы будем делать Подвезти должен Какого-нибудь тебя стоящего вверх Ты должен подвезти делать внизу А вывести потом Потом вывести А ты делаешь подбит Ты уже вырос и когда ты держишь пор Уже сила вращения Третья Минимальная Третья Подсыл К Предыдущему Семену Семену Зунгус удачи И Загрузили Дальше Майл Гейл Тун Зунгус удачи Семь Сталик Семь Сталик Момент сели Принципиально В момент удара Этой или этой Опорная нога не разворачивается Сталик И стараемся Нижего Раз Убрать Вперед Не остаться В этом положении Давайте Все по чуть-чуть Еще Семь Ударим Ударим Третья 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 Здесь встали, заскользили нога. Нога становится пальцами при мобиленном направлении. Эта нога уже имеет больший уровень сгиба, нежели то, что было на вот этой фазе. Видно? То есть здесь меньше уровень. На яше здесь больше уровень. Теперь мы оттуда выстреливали маленькие и направление ударов не вверх, а в пивок. Подхлёст волей и опять же осталось отделение соль. Наша задача при выполнении ударов ни в коем случае не развернуться на опорной ноге. Она остаётся стоять при волей. Второй момент, который принципиально важен, это отхлёст. Вернуть ногу к нам. Чем выше скорость этого отхлёста, тем выше ваш уровень мастерства. Вы знаете упражнение. Мы его делали на предыдущем семинаре в первом уроке. Когда стояли с удачей. И отсюда забивали мая гель и забивали мая гель и забивали мая гель. И там это было на месте не привязано к поединку. Вот эта фаза, это уже стопроцентный поединок. Поэтому сейчас зашагиваем, бьём, зашагиваем, бьём. Один счёт, это и шаг, и удар. Потом стол. Следующий счёт опять тоже самое. Угу. Давайте. Чуданкомарь. Ич. Ни. Сам. Ши. Вот. Вон. Идём. Ну вот вы уже сходите по крайней мере с башиной. Что я делаю? Вот это. Ич. Ни. Сам. Ши. Вод. Компункт удачи. Сколько кукру удачи? Компункт удачи. и поднимаем колено на двое минуте опорная нога проворачиваемся распределяемся после удачи момент вращения стопен реализуется за счет вот этого удара в конечном счете мы приходим в некое подобие шина дачи если вы заднете то, что упает на вниз понятно? все спокойно пинч дни сам шире гор рог огонь отрабатываем момент вкручиваем сюда открываем судьи аши нога ставим спрямо толкаемся задней и так же как в предыдущем упражнении на этом выталкиваем уже формируется разворот выталкиваем разворот выталкиваем разворот выталкиваем разворот это должно быть всегда окременно выталкиваемся здесь рамочка и в той фасе, когда мы вышли в рамочку в конечном положении выталкиваем выталкиваем возврат и дальше распределение чудангома судьи аши сейчас задача не ударит а задача терапия глинеет за счет чего? за счет включения таза между ногами если таз остается утянут то амплитуда удара будет короткой ее нужно удлинить удлинить ногу за одну секунду невозможно даже для аппарата Елизарова нужно месяц по 3-4 чтобы там как-то кость растонуть поэтому все механически на втяге абсолютно спокойно и самое главное не прерыв ногу вот мы сами на колесе скользится неприбаливно тянем и сапиром старик надо еще все планировать нич нич сап шить болты и тяга И сам, шею. Продолжаем дальше тему, чтобы это не сейчас и разбирать. В экзаменационной программе у нас есть в этом промежутке техника ног. И есть техника ног с некими руками. Там, на вашей деле геангут в руки, например, да? Или там геангут в руки, потом на вашей. Без разницы. При оценке того, как человек выполняет вот это все, именно в этом среднем блоке, то есть вот начиная от 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 5, 4 и даже где-то 3, акцент идет на отдельное движение. То есть если вы делаете маваш отдельно, хорошо, а в связке там какая-то идет проблематика с балансом, с предыдачей усилия, то это небольшой фон. Просто это движение, второе за ногой или первое перед ногой, это некий стресс, который позволяет чуть больше разработать первую установку, то есть, собственно, удар. Сложилось? А вот уже в следующем цикле, там должно быть и действие ногой, и действие рукой на достаточно высоком уровне. То есть помню, что мы в предыдущем цикле разбираем, да, там есть йогогемия, но к тому йогогемию, которое я была там, отношение было такое, поверхность. Главное было майогемию забивать прямолинейно руки, и все. Спрослось? Теперь, опять, в кокус удачи, в кокус удачи, в кокус удачи. Выносим рамочку сбоку, и опять же разворачиваемся на сбоку. Забиваем маваш, возвращаемся, распределяем все в кокус удачи. И вот та ситуация, ток, ток, это то связывающее звено, которое связано с йогогемией, мавашемией, уромавашемией. Все, что идет с задней ноги, в одно целое. Вот это, это секрет. Про него никто не рассказывает. Его нигде нет. Ни в одном семинарии больше этого не найдется. Все говорят, нужно толкаться. И дальше включается прапорщик, который говорит, так а не получается. Сильнее толкайся. Не получается. Что сильнее толкаться? И он начинает толкаться, а усилие идет не вперед, а усилие идет вверх. И ничего не получается. Поэтому нужно делать выталки, выталкивать. После этого отыграть, уйти. Вкрутить, уйти. Вкрутить, уйти. Сейчас няхка спокойно. Няхка спокойно. Заходим. И... Белый малаш. Скорости нет. Ич. Главное, приземляемся в носок. По углу сдачи. Ни. Сан. Ши. Вон. Ро. Шич. Хач. Все движения, которые есть в системе, они имеют момент выталкивания вперед и момент возврата в обратную сторону. Если есть вперед-назад, то формируется импульс силы, который обладает неким проникающим эффектом. Если есть выталкивание только вперед, то тогда силовая составляющая работает только туда, и получается толчок. Толчок. Понятно, да? Толчок. Не путать с тычком. Тычок — это импульсная тема. Толчок — это тема давления. Теперь. Прошлось? Теперь. Меня ругают, потому что я использую не академическую лексику. Но для того, чтобы у вас срабатывала образность, ее приходится использовать. Сейчас комедия в стиле дурки. Никто не контролирует вообще ничего. Вы стоите в стойке. И дальше нужно хрестать. Кинул за мною, кинул за мною, кинул за мною, кинул за мною. Как он гидается? Вообще все равно. Вот таким углом, под таким углом, под любым. Ваша задача — забрать. То есть вы гидаете, и надо забрать пятку к ягодицам. Прошлось? При этом кинуть надо. Кинуть надо. Если я достаю лицо, с учетом вот этой фаски, колено-бедро. Кидать вот так, ну, наверное, можно, но колено не позволяет. Поэтому здесь кинул за мною, кинул за мною. Понятно? Быстрый темп. Ич, ни, сан, ши, го, рот, шиш, хач, тём, тём. Какой-то улыбай, смотришь. Только что нужно, чтобы вы срабатывали, если вы срабатывали, все хорошо. Все, все хорошо. Сейчас мы с вами сзади пары. Ставились пары. И, да, мы где-то хорошо это делали на время. Сейчас мы делаем эту фаску просто 10 раз. 10 раз. Сейчас я попрошу, как это должно быть. Вы постарайтесь любую скорость в любом деле. Но согласоваться, как это было. Ассистент, держит ладошки. Они не отсюда поработают. Они всё время вверху, как стойки. И его работа реагирует. На ногу, отталкивает. Он толкает. Столкая в горизонт. Не сверху, вниз, а в горизонт. Прошлось? Суру. Теперь. Тот, кто делал. Мощный. Если сравнение с сердцем, то это сделано с обратным. Пятый. Ягодицы. Понятно? Вы сейчас стоите как хорошо. А в телероге в обычном стоянке решение на веселых цыр. Сейчас это всё будет чин. Сравится, сделаем перерог. Давай, давай. Значит, вот мы здесь стоим. И методично соединяем. Опять же, почему говорю, что всё в методике. Да, вот. Вот наши локи. И были упражнения, когда мы делали вот этот подшаг. Вспомнили? Вспомнили. Вот мы его делали, тун. Возвращались к Богу. Ну и на другую луку, соответственно, то, что вращение, а потом мы делали тун и собирали тун. Это то же самое, что с первым... Нет, во втором. Ролик, где я показывал упражнение по-другому, с веселки, а потом показывал то, где стены. Так вот, когда держится за руку, в этот момент, за ровной весе не смешивает партнера. Сейчас за ровной весе не смешивает себе сайт. Плюс в этом мусе целый агрюм методических сборок. Вот так же. Всё сразу. Видно, что он вообще дает Бог. Видно. Видно, что он стоит ровно и толкает здесь. Видно? И самое главное. Когда нога приходит сюда, но если ответственно сюда, то я не даю ему шанса направить свою ногу туда, куда он хотел бы направить. То есть я коснувшись, и её забираю. Идея понятна? Супер. В пары 10 раз один, 10 раз второй. Теперь ещё один важный момент. Смотрите. Очень часто есть ситуации, когда встречаются два спортсмена разного роста. Ну, разного веса, понятно. Разного роста. И тогда происходит ещё много. Тот, кто повыше, воспринимает ситуацию в следующем моменте. Клюю на тех, кто не живёт. Всё. И вот в этой фазе техника начинает ломаться. И мы начинаем реагировать, чтобы голова в голову нести. Не знаю, я что-то будет браться. Всё равно же голову попадать. А подальше вопросом нет. Но идея заключается в том, что клюю носит универсальный характер. И вы должны эту универсальность, формирование, независимо от того, где вы попробовали, пожалуйста. Сколько? Он выше меня, больше, больше, больше. Чуть-чуть. Всё. Сможешь показать? Сможешь. И, по идее, вот, иди встать в команду, чуть-чуть за ним. Стандартную структуру. Стандартную структуру. Стандартную структуру. Видите, что разница есть? Есть. Я ему забрасывал в голову. Теперь ситуация здесь. Я сделаю то же самое. Только дальше. Откуда я его ждём? Сверху. Сверху вниз. Так вот, идея мамаша перед, на мой сайт, не подъём. Я забрасываю мамаши в дзюдан. Дзюдан. Сверху вниз. Я забрасываю вам ваши чудаки. Сверху вниз. И в этом случае я выкручиваю локоть, который здесь стоит. Идея понятна? То есть вот тема в твоём, в вашей схеме. Таким образом у нас сложилось. Сложилось? Сложилось. Суть. Сейчас. Только в том случае, если вы делаете вот эти отхлёсты назад. Если нога улетает и не делает отхлёста, вы уже это упражнение не сделаете. Сложилось? Сложилось? Подсчёт. Ич. Ни. Сан. Гот. Рот. Шич. Хач. Ю. Вперёд. Вперёд. И на всю споку. Право. Ич. Ни. Сан. Ши. Гот. Рот. Шич. Хач. Ю. Дзю. Ич. Ни. Сан. Ши. Гот. Рот. Шич. Хач. Ю. Дзю. Вперёд. Ич. Ни. Сан. Ши. Гот. Рот. Шич. Хач. Ю. Дзю. Супер. Теперь. Кибадач. Выше. Встали. Выше. Встали. Выше. Встали. Ну и соответственно в обратную сторону то же самое. Груту встали. Врату на всю споку. На подшаре. И туда. Подделяем чуть-чуть носок вверх. Ич. Ни. Сан. Ши. Гот. Рот. Сухи. Хач. Ю. Дзю. Риич. Ни. Сан. Ши. Гот. 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 Ич. Ни. Сан. Ши. Вот. Рот. Шич. Хач. Ю. Цю. Ич. Ни. Сан. Ши. Гот. Рот. И теперь быстро-быстро и побежали Опять побежали Следующее упражнение в сравнении с предыдущим Значительно менее энерголёгкое И в шестой из вас так или иначе и то, что сейчас будет И потом следующее делаете или от непонимания неправильно Или от того, что лениво стараться Значит, вот мы стоим, красное-синее, и стык, это средина Я заношу колено в груди, забираю назад в ведро И вот я ушёл в средину, в линию, и дальше в линию, в линию, в линию Ситуация вот такая Это вообще ни о чём То есть нам нужно сейчас познобедренный сустав В обратную сторону И мы должны в идеале встать Вне пыли Шикодачи, которые прыгали там В начале тренировки Сложим Это то, что сейчас О том, чтобы не останавливаться Есть стык С моим носом Кто выше меня, у вас должно быть там чуть-чуть больше Кто меньше, понятно, чуть-чуть лучше Но Вопрос в том, что колени бёдра поднимаются Здесь Здесь И они на линию не уходят То есть мы в бензинное озеро Не изображаем Будем встать Не жалко Все дышим На Гурили Поехали Вернулись И теперь Моше самое Быстро и высоко Все что мы сейчас можем ссадить Розагореться И теперь Если это грехит Внуковину ведущие Вперёд сели Назад сели Разворот даст теперь только 10 счетов по диагонали под углом мы вбрасываем уходим, встаем опять под углом вбрасываем уходим встаем момент Йоко Гири и Майя вбрасываем это Йоко Гири Йоко Гири Майя Гири здесь нет стопой бросили 7 куда мы будем вбрасывать здесь 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 не имеет значения главное что мы должны кинуть забрать и уходить вниз на вот этой согнутой ноге на пружине понятно? то есть кинуть пошел туда а потом сформировал пружину этого нету в правую сторону начинаем здесь еще надо терпеть ищи ничь ничь царь шинь го рот шинь хачь шинь 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 в экзаменационной программе цупяши и подачи выполняются на и после этого мы делаем и сюда и туда все но вопрос идет здесь Эта экзаменационная программа вот в этом движении и в последующей работе сокрыты многие смыслы. И очень сложно в эту тему войти сразу, без какого-то воздействия на коленный сустав. Поэтому есть промежуточные звенья. Промежуточных звеньев в экзаменационных программах нет ни где. И все экзаменационные программы, какие есть, они как тесты. То есть приезжает какой-то человек, показывает программу, ее нужно выполнить. Человек, как и делай, молодец. Не делай, ну, надо поработать. Наша программа была написана пару лет назад. Она уже тоже, я бы сейчас ее перетекса, то есть я бы сделал деталировку на вот эти упражнения. Но остаемся в трансляционной модели. Поэтому мы экзаменационные так, а мы делаем так, как правильно. То есть мы сейчас становимся в ки подачу. Делаем Дэ Аши. То есть не в Дэ Аши, а Дэ Аши. То, что мы сейчас ходили на этом упражнении. После этого йога гей, киа гей, топ и возврат стопы в колену. После этого как? Можете вообще никакую скорость не показывать. Мне сейчас главное, чтобы вот последовательность действия вам показать, как оно работает. А потом мы это все как-то с чем-то свяжем. То есть вот мы сидим, вот у нас руки мы смотрим прямо. Под шаг мы смотрим прямо. Теперь пошла нога в сторону, прямо отсюда. Прямо отсюда. Мы вместе с ней рука одна туда, вторая уходи Дэ. Мы отыграли, вернули. Ставим. Прямо смотрим. Отыграли, вернули. Ставим. Понятно? Уровень не в принципе, где вы это будете делать. Потом опять же поймете почему. И хиян не так. Самая простая схема. Или пинан шадан. То что есть вшито и вала. Вшито вала. Это будет выполняться. Ох. Здесь будет майали. И потом переход на негуаши и жудо. У нас эта тема идет под шаг. И после этого йогагири в угу. Так вот в правильной анатолической схеме Йогагири не должно биться на этой линии. Оно должно биться сюда вперед. То есть в анатомической схеме, если мы все правильно понимаем, то мы бьем вот здесь. Вот сюда. Все, что мы выводим на вот этот угол, изнашивает козобедренный сустав. Поэтому то, что мы делали с крестика в сторону, оно наиболее правильное. И когда вы посмотрите все шесть серий для йогагири, мы практику делали с микробогадочем, и я показывал, так это забивается. Это действие осталось в йогушине. Потому что такая негуродинка, уже дистанция другая. В йогушине она короткая. На руку. И там его забивается здесь. Нормально, мощных суставов нет. Поэтому сейчас вы можете сделать вот тут. Но колено все равно должно быть выше. И когда мы сейчас бежали, мы все поднимали колени выше пояса. Все без исключения. Поэтому колено вверх, под хлест распределей. Вот такого делать не нужно. Все время колено и бедро вверх. Давай. Щелк под шаг, щелк вверх один. Нрава зак aunt аккуратно. И. Идем Сан Ши Го Шич Хач Кю Супер Теперь Я буду беру Умяснить все упражнения которые есть в системе Сложно Но благодаря тому что Мы это делали раньше Мы попробовали делать это раз Второе есть Ютуб канал Там это все будет кусками Выложено, вам должно быть несколько проще Был цикл Когда мы почти каждый даров из Ши Гадачи отрабатывали, вытанкивали на подъем и на постановку Это упражнение есть и у нас и в дзюдо и в сумо Стандартная тема на укрепление ног на первого взвеса на баланс Дальше с этого упражнения мы делали подъем йога ген Вспомнили? Вспомнили Вот сейчас мы делаем все то же самое но уже не статики а в неком движении И что происходит? Опять же Есть базовые тесты как экзаменационная программа где все это делают А есть геомеханика которая позволяет делать это без болезни И вот те кто любит смотреть ютуб инстаграм любые ролики которые касаются на пост такой да и маленький мальчик Есть ли тот кто в этом ролике показывает приемы или приемы на две стороны на две стороны это ну назовем его системотехника системотехника Тот кто показывает только на одну сторону никакого понятия в системе не имеет Это раз Второе У него уже сформирована некая гипертрофия мышц которая в одну сторону работает а в другую сторону не работает Ну и самый крайний вариант уже есть какие-то профзаболевания суставами Поэтому все должно быть на обе стороны всегда То есть мы таким образом равновешиваем систему кукупсу дачи так же как мы двигались с выносом колена с поворотом на носке это как бы первый этап движения мы выносим все и теперь вот с этого выноса вот здесь массив лота впихает вперед вам опять кукупсу дачи идея понятна? то есть мы сейчас делаем йога гели кикоми не океане кикоми во всех стилях какие есть йога гели кикоми есть йога гели киаги нет только в шатакане есть йога гели киаги и в киокуши вам все у всех остальных кикоми поэтому неплохо что там только кикоми и неплохо что у нас есть там нужно просто разобраться понимать все отлично так вот сейчас все главное медленно никто никуда не спешит чуть-чуть потери и живите дальше выносим колено вывезли и дальше пошла на данный удар вкрутили раскрутили в рамочку распределили стойку опять вывезли вперед вперед вкрутили раскрутили распределили снова вывезли ту стойку прослось выживаешь и ч ни сам ши вор 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 ши хач тю дзю вор ни за ши вор 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 ши чь хач тю дзю ищ сэр сэр Другую подачу, и сейчас вход вперед, скид, бум, и дальше назад скид. Чтобы больше ничего нет, резко обратно приходим на подпружиненные коленки. Другую подачу. Другую подачу. Другую подачу. Другую подачу. Другую подачу. Другую подачу. Теперь, куклу сдачи. Куклу сдачи. Мы сейчас из куклу сдачи к штукам. Отримируем вот эту фаску. Делаем. Чудом звучит. После этого уходим назад. Куклу сдачи к штукам. И дальше повторяется все то же самое. Топ. Дальше. Топ. Все больше ничего нет. Топ. 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 Зачи! 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 У нас на Ютуб канале есть ролик по Ютубе Там же не один ролик, там много роликов, но есть и компоновка всего в одну Кезами в руке, как она там пошагово всё идёт Там конкретно показана работа с воображаемым копьём, которая трансформировалась в некую палку Первые 10. Молодец! Вторые 10. Идея по удаче, подмогушке и до пятки тебя пронизала всего То есть рука-то туда вылетает, а за счёт чего она будет бить? То есть если масса там, понимаешь? То есть вот эти вот вещи, с ними нужно разобраться Это раз. Второе. Нужно чётко понимать, что окажись мы с боксёром на его дистанции И не сумев отыграть какое-то движение первыми, у нас шансов нет Окажись мы в клинче с каким-то борцом, у нас шансов нет И это неплохо, это здорово, потому что мы знаем свои сильные стороны Поэтому мы боксёра не должны пускать его дистанцию, борца не должны пускать его дистанцию Понимаете? То есть мы не говорим, что у нас самая лучшая система Нет! Она докажет это всем, просто нужно в ней детально разобраться Теперь, друзья, дженгутс удача И снова комедия о стиле Дуки Это мой любимый жанр Мы стоим, я считаю, Ич, и мы идём... Кя, встали Мы должны делать четыре таких цифра Кяй должен быть такой, чтобы с той стороны мысли принести мороженое И готовим И... 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Сейчас я буду двигаться делать под приемши. Момент тычка это 1. Момент длины стойки это 2. Момент потовременности работы по приходу в точку это 3. Вот три этих фазы сейчас постарайтесь посмотреть Если мы сейчас говорим про стойку, то она какая? Она скорее укорочена Правильно? Влияет ли это на силу? Да Безусловно Безусловно Выигрыш в силе, проигрыш в пути И наоборот Закон Архимедов Иди вставь на то место Из того места сделай Задовим это Давай Андрей Андрей Стой Длиннее, чем у меня Длиннее И где находится тогда усилие на смене рук? Ножоки Правильно Ножоки То есть длинная стойка Заставляет его Ну и в такой схеме двигающихся всех Тянуться за рукой То есть кажется Кажется И это тема, которая работает в нашем поединке на коротких дистанциях Что когда мы стоим Что-то туда не уходим Здесь И кажется Что я вот сейчас вот так вот дотянусь То зачем включать бедро, если я все равно достану? Так я достану для чего? Чтобы его раззадорить? Тогда да Я дотянусь и там раззадорить за ночь Но если я хочу с ним что-то сделать Тогда нужно включать бедро И оно будет там включаться Понимаете? То есть седника работает здесь Мы сейчас проходим еще одну дорожку такую же Еще одну дорожку И Стойка укорачивается Теперь следующий момент Ски, который я делал Я бил куда? Солнечное сплетение Куда бил он? Никто не знает Никто не знает То есть там все удары были То есть дуршлаг сделал из соперника максимальный Но так и не попал туда куда надо Поэтому движение здесь Здесь Момент передергивания И сразу пункт Перейдет Нужно научиться вбивать и расслабляться Вбивать и расслабляться Вбивать и расслабляться Идти все время Изображая Сильного человека Ущерба Потому что мы до финиша не дойдем Мы устанем Давайте Все то же самое Идти все время Идти все время Идти все время Я пошел, задавал ему одна схема, вторая схема, и... И... Срослось? Срослось? Не срослось. Мы сейчас стоим в этом положении. Я считаю, ничего. Мы выдергиваем через прижатие локтей. Два кинги впервые. После этого шагаем, сбрасываем руки. Это мы уже цепляем чуть-чуть вторую тренировку. Уже не вон не надо. Сделай, как ты сейчас это делал. Спокойно. Да-да-да, держите. Не, сюда, сюда. Да, потом сейчас послушаем или услышим? Сначала надо забрать, а потом начать ноги. Сначала забрать. Не, 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 не. Сначала забрать. А потом, ладно. Да, вот так. Теперь смотрите. Он молодец. Сергей хороший человек. Но я не показывал то, что он сейчас сделал. Да, я там уже не делал акцент. Но в чем заключается фишка? Он сейчас в две руки воткнул в одну точку. При вот таком положении создать усилие впереди нельзя. Мы к этому вернемся на второй тренировке более подробно, но так оно не работает. Мы там попробуем потолкать друг друга. Я хочу, чтобы вы сделали то, что я реально прошу сделать. Реально прошу сделать. Вот стоянку ахинку. Ярку ахинку. Если мы говорим про некую морфологию, то костяшки указательных пальцев, когда мы бьем ногти туда или сюда, они идут до касания груди. Конкретные точки на груди. Это сосок. Один или второй. Так вот направление костяшек по соскам. Вы потом на второй тренировке поймете почему. Мы делаем то, и нажать плюс, нужно в эту же точку попасть. Но в коем случае не сюда, а иногда здесь. А вот именно по этим соскам. Почему? Во-первых, когда мы формируем кулак от мизинца, у нас формируется некая скошенная форма улака. И мы попадаем тогда фалангой, ну костяшкой указательного пальца. И создавая усилие от сих вперед, мы воздействуем на грудину в двух противоположных направлениях. То есть здесь хрящ посредине, здесь некая кость, ну две кости. И мы воздействуем туда, таким образом проламывая что-то. Когда мы пытаемся засунуть два сустава в одно место, то не заходит ни один, ни второй. То есть мы сами себе мешаем. То есть получается не удар, а толчок. Площадь касания поверхности была лучше. Срослось? Срослось? Сейчас пробуем эту тему сделать. И на каждом шайде театра. Порвышем. Сначала хи-ки-те, потом ягодский. Хи-ки-те, ягодский. Ис! Ис! Све! 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 Све. Све! Продолжение следует...